В актовом зале администрации Каспийска состоялась 31-я сессия собрания депутатов 7-го созыва под руководством председателя Абдуллахида Джаватова. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся бюджета и других аспектов. Первой темой заседания стало внесение изменений и дополнений в устав Каспийска, после чего начальник финансового управления Джамбула Джабраилов подробно рассказал присутствующим о проекте решения собрания депутатов городского округа о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом счетении, а также о внесении изменений. Доходы от уплаты в 2023 году акциза в сумме 3 млн 942 рубля. Итого прогнозируемая сумма собственных доходов в 2024 году составит 832 млн 836 тысяч рублей. Одним из важных вопросов остается повышение заработной оплаты. В проекте бюджета на увеличение фонда оплаты труда предусмотрено более 40 млн рублей, в том числе на оплату труда отдельной категории работы в бюджетной сфере, на которой распространяются действия майских указов президента РФК. К следующим докладчикам выступила заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева, которая подробно рассказала о протесте прокурора. Начальник имущественных отношений администрации города Айвар Аливердиев поднял тему основных принципов и размера определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Также докладчик озвучил вопрос об отмене оплаты за найм жилья для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и семей участников СВО. Все присутствующие поддержали данное предложение. Далее участники собрания обсудили изменения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После чего депутаты обсудили увековечивание памяти жителей села Вачи Кулинского района, внесших большой вклад в строительство завода Дагдизель, поселка Двигательстрой и в достижение победы в Великой Отечественной войне, а также Каспичан участников СВО. Обратили члены семьи погибших участников СВО с просьбой о увековечивании памяти, восстановлении мемориальных досок. Это Бежитуева Радия Шамиловна, мать погибшего участников СВО Бежитуева Исмаила Шахабудиновича. Предпочтительное место это Каспийский профессионально-педагогический колледж. Ильясова Гульнара Январовна, мать погибшего участников СВО Ильясова Амара Муратовича, школа номер 6 имени Магомеда Амарова. В завершении собрания Абдул-Вахид Джаватов и депутаты подвели итоги встречи. Отметим, что по всем вопросам были вынесены соответствующие решения.